Здравствуйте! В эфире выпуск с вами Вера Ионкина о главных событиях этому часу. Прежде всего на пресечение попыток нанести удары западными ракетами вглубь России. Как известно, ранее президент США Джо Байден разрешил киевскому режиму использовать ракеты-атакамцы «Шторм Шэдоу». Мы действительно находимся сейчас в период, когда понятие «момент истины» не распределено на несколько лет, а связано с обновленной ядерной доктриной, которая принята на днях и связана неразрывно с именем президента России Владимира Владимировича Путина, который оказался тем человеком в нашей истории, который сегодня уже, можно сказать, совершенно определенно вокруг своих идей, принципов и подходов формирует новое глобальное большинство, который остановил человеческую цивилизацию от скатывания с подачи тех остатков коллективного Запада, которые себя еще так именуют, к Третьей мировой войне, который сегодня является главным носителем здравого смысла объединения народов и движения к той мировой архитектуре, которая означает, что принятие любых решений будет осуществлено каждым государством в отдельности, а не в Вашингтоне, не в рамках того однополярного миропорядка, который уже никто и никогда на планете не создаст. Он уже ушел в историю. И все, что сегодня происходит, те угрозы, которые Россия получает от горстки безумцев, которые отчаянно цепляются за Белый дом, это сегодня уже действительно агония. Мы сегодня видим, как заявляет нам вразрез со своими собственными позициями канцлер Шольц, говоря о том, что он будет выбираться на следующий срок. Он будет против поставки Украине ракет Таурус. Давайте посмотрим, что происходит в Румынии. Еще непонятно, кто будет президентом, но уверенно в первом туре победил Калин Джорджиевску, который абсолютно против поддержки Западом Украины. Его называют пророссийским политиком. Он не пророссийский. Он прорумынский. Он проздравый смысл. Против поддержки последнего на планете нацистского режима, который в ближайшем будущем будет побежден. Поэтому сегодня действительно страны глобального юга, страны Большой Евразии, Африканского континента, Латинской Америки, страны самого мощного интеграционного блока на планете БРИКС, где председательствует Россия, вокруг идеи и подходов президента России формируют новое глобальное большинство. За мир против Третьей мировой войны, против нацизма и против марионеточной хунты Зеленского, которая будет в обозримом будущем повержена так же, как ее спонсоры. И, разумеется, сейчас уже нужно говорить о том, что новая ядерная доктрина России, обновленная ядерная доктрина, явилась тем фундаментом, который сегодня строит на страже мировой системы безопасности, мировой системы ядерного сдерживания. В стена Государственной Думы состоялся правительственный час с участием министра труда Антона Катякова, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, а также вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Главной темой обсуждения стало развитие системы среднего профессионального образования в России. Со своей стороны депутаты ЛДПР предложили ряд законодательных инициатив. Одним из предложений стало создание на базе колледжей совместных предприятий в рамках программы «Профессионалитет». Это позволит избежать налогово-бремени и сделать их более конкурентоспособными, отметили парламентарии. Очень важный правительственный час, где мы будем обсуждать развитие профессионального образования. В связи с этим у фракции ЛДПР есть ряд вопросов, на которые мы будем обращать внимание в своих выступлениях, в своих предложениях. Первое – это создание учебных комплексов, так называемых, по программе «Профессионалитет». Огромные деньги выделяются федеральным бюджетом для создания лаборатории, для создания учебных, так называемых, цехов. Закупается оборудование. И предполагается, что колледжи должны зарабатывать на этом деньги, соответственно, те или иные продукты выпускать, оказывать услуги. Но есть проблема. Они совершенно неконкурентоспособны по отношению к различным ООО. Потому что огромное количество налогов необходимо уплатить. Это фонд оплаты труда, это 13% НДФЛ, это 20% налога на прибыль, а соседнее ООО, которое располагается там через улицу, 6% платит с оборотов. Поэтому ни в коем случае колледжи не могут конкурировать с ООО. Поэтому мы предлагаем создавать на базе этих колледжей совместные предприятия, те же ООО, которые бы имели меньшее налогообложение и могли бы конкурировать с предприятиями, которые тоже на этом рынке работают. Таким образом, мы загрузим мощности СПО и дадим возможность, в том числе и колледжам, заработать и ребятам, и преподавателям, которые в этих колледжах учатся. Второй момент – это вопрос, уже не касаемый СПО, это вопрос, касаемый репетиторства. У нас, к сожалению, большинство школьников ходят к репетиторам, родители нанимают, но непонятно почему. То ли образование у нас хромает, то ли, соответственно, репетиторы стали модными. Мы предлагаем, чтобы учителям дополнительно доплачивали, если в их классе никто не ходит к репетиторам. Например, если учитель математики, он преподает предмет, ни один из учеников к репетитору не ходит, соответственно, получает дополнительную премию. Поэтому мы считаем, что это будет очень важно. По данным на 2024 год, общая численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в России, составляет 3,5 миллиона человек. Около половины из них учатся на коммерческой основе, отмечают парламентарии. При этом четверть учащихся получат образование по программам, не удовлетворяющим требованиям сегодняшнего дня. Безусловно, нас как фракцию волнует целый блок вопросов в формате среднего профессионального образования. Прежде всего, технологический суверенитет нельзя этой темы добиться без подготовленных кадров. Подготовленных бесплатно, по государственному заданию, в хороших условиях, с правильной инфраструктурой, с содержательной практикой, с теми возможностями, которые есть. 41% сегодня студентов, учащихся СПО, учатся на коммерческой основе. И это абсолютно неправильно. Это та история, которую нужно преодолеть. Это то, что нужно сегодня исправить. Второй момент, что сегодня более 50%, а именно 53% на непрофильных для экономики направлениях обучаются. 29% из этих 53%, большая часть, половина, это юристы и экономисты. То есть, средним профессиональным образованием этими колледжами мы, по большому счету, подменяем понятия. Третий вопрос, который мы поддержим, это система аттестации. Вячеслав Викторович Володин говорил о том, что отменить ОГЭ для тех, кто не идет в 10-11 класс. Абсолютно правильно, поддерживаем это. Но мы хотим и дальше ввести эту логику. ЕГЭ нужно отменять, сдачу ЕГЭ нужно отменять для тех, кто не будет поступать в ВУЗ. ЕГЭ нужно отменять для тех, кто идет после 11 класса в СПО. Это крайне важно. Нам нужно абсолютно по-другому вооружать и создавать условия для того, чтобы учащиеся и шли в СПО. Но и самое главное, мы говорим про то, что экономике нужны специалисты. Мы говорим об этом на каждом углу. Мы говорим это на каждом шагу. Но что по факту? Хуже всего обстоят у нас дела по такому направлению, как архитектура. Они работают по специальности 66%. Машиностроение 54%. Техника и технология кораблестроения 54%. Сельское хозяйство 53%. Безусловно, важно, что у нас по медицинскому делу сестринское дело, культурология. У нас неплохо все идет. Там трудоустройство 88-87%. Но это не совсем то, что нужно экономике. Мы должны абсолютно иначе подходить к этому вопросу. Но и в заключении, безусловно, мы прежде всего должны обеспечить работу с наставниками на тех предприятиях, которые нуждаются в кадрах. Поэтому мы предлагаем создать программу по тому, чтобы появился статус «Опорные для предприятия СПО». Вот там предприятия, с которыми они сотрудничают, с которыми приходят наставники в СПО, должны стать опорными и для этого предприятия, и для экономики региона в целом. Таким образом, мне кажется, мы сможем достичь намного больших результатов, а не только говорить о том, что нам очень надо что-то. По оценкам экспертов, сегодня дефицит рабочих рук в России составляет до 1 миллиона человек. Это оказывает большое негативное влияние на экономику страны, вследствие чего некоторые компании вынуждены привозить специалистов из-за рубежа. Фракция ЛДПР выступает за внедрение программ по импортозамещению в сфере трудовых кадров. На рынке труда сегодня наблюдается особая ситуация, дисбаланс сохраняется и потребность в кадрах высокая. И все это следствие того, что происходит не один год, не два года. Если вспомнить начало 90-х, как начали массово наносить урон, ущерб нашим отраслям экономики, у нас закрывались среднеспециальные учебные заведения, у нас открывались коммерческие вузы, на рынке труда появилось огромное количество абсолютно невостребованных специалистов, политологи, социологи, менеджеры, которые не нужны в таком количестве на локальных, региональных рынках. И сегодня мы дожили до того, что нам банально не хватает сварщиков. У нас позакрывали колледжи, у нас убили престиж трудовых профессий, и сегодня отрасли экономики, они просто кричат. Я впервые за много лет получаю письма в комитет по труду от работодателей с просьбой помочь хоть что-либо сделать, дать какие-то наводки, помочь с решением вопроса нехватки кадров в отрасли. Уже начинают целевой набор организовывать и привозить иностранцев из Индии, из других азиатских стран. Это ненормально. Мы должны заниматься вопросами импортозамещения, в том числе в трудовой сфере. И та диверсия, которая была нанесена, которая была сотворена в отношении нашей страны, когда одновременно уничтожалось наше сельское хозяйство, закрывались птицефабрики, тогда же специально был нанесен удар и по отраслям экономики, и мы были подсажены на внешние трудовые зависимости. И сегодня мы экстренно пытаемся исправить эту ситуацию. Принимаем жесткие законы для того, чтобы урегулировать миграционный запущенный вопрос. Мы ситуацию реально запустили. Вопрос, что нужно делать? Надо срочно принимать меры, о которых я сейчас скажу, и надо понимать, что эти меры, они не дают сиюминутный эффект. Профориентация. Хорошо начали заниматься профориентацией в школе. В школе уже поздно. Надо начинать заниматься профориентацией с детского садика. И такие хорошие практики уже есть. Например, в детском садике я видел, как в республике Татарстан анализируют способности ребенка, информируют родителя и дают ему понять, кем он дальше может стать. Какие у него сильные стороны, какие слабые стороны. Некоторые предприятия начинают сами уже готовить себе кадры. Пока у нас в рамках государственных структур и государственной системы происходит некая затишье и медленная раскачка, уже организации сами начинают себе готовить кадровый свой потенциал. Вот мы с Сергеем Дорчевым Леоновым были в Драгобуже. Это предприятие по производству удобрений. Они заключили соглашение со Смоленским вузом, готовят специалистов, обеспечивают прохождение производственной практики и гарантируют трудоустройство в последующем. То же самое можно привести в пример организации Аммонии. Менделеевский район Татарстана в Казани учится, получает стипендию студент, производственную практику проходит на предприятии и ему гарантировано возвращение на конкретное рабочее место. Вот это системный, абсолютно правильный, заинтересованный подход. Но это работодатели проявляют эту инициативу, потому как понимают, что если они не обеспечат себя необходимыми кадрами, то у них просто встанет производство. Поэтому наша задача дать необходимые механизмы. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших ютуб-рутуб-каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.